МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. 10 ноября отмечается День сотрудников органов внутренних дел РФ. Международный форум волонтеров Победы начал свою работу в Нижнем Новгороде. Группа нижегородских добровольцев пройдет боевое изслаживание перед отправкой в зону СВО. Подробности далее. Они всегда на страже порядка и безопасности. Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Нижегородские полицейские получили ключи от новых служебных машин. 5 газелей для дежурных частей региона и 10 автомобилей для участковых. Наиболее отличившиеся сотрудники отмечены благодарственными письмами и наградами. Личный состав и ветеранов ведомства поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что сотрудники Нижегородского управления достойно справляются с поставленными задачами по обеспечению безопасности и спокойствия в регионе. Я искренне доволен тем сотрудничеством, которое складывается между правительством и главным управлением МВД. Ну и самое главное, я доволен тем, как складывается ситуация действительно с улучшающимися показателями войны с преступностью и в сфере правопорядка. Конечно, приятно мне сегодня отметить и вклад сотрудников, руководителей Управления внутренних дел в совершенствовании нормативной правовой базы региона. Мы вместе с вами работаем постоянно, системно. Жду от вас в дальнейшем слаженных настойчивых действий, нацеленных на профилактику, на жесткое пресечение любых проявлений насилия, произвола и беззакония. А волонтеры Победы сегодня настоящая армия добровольцев 89 регионов России, 59 стран, 2000 штабов и около 700 тысяч участников. Это ядро, абсолютное ядро волонтерского движения. Движение волонтеров Победы невозможно переоценить. Для них искренняя благодарность, которая в глазах светится, и искреннее уважение, радость от встреч, забота, помощь социальная. Это очень важно, это одно. Но вот именно отношение другое. Поэтому я очень благодарен ребятам, что они это делают, что они есть, что мы можем на них опираться. 200 лучших добровольцев, представителей Всероссийской организации волонтеров Победы, встретились на международном форуме в Нижнем Новгороде, чтобы обсудить и разработать форматы мероприятий, посвященных юбилейным датам, пожалуй, главной из которых – грядущее 80-летие Великой Победы. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы ответить на главный вопрос. Как донести до молодежи историческую правду? Мы видим, что сейчас происходит за рубежом, когда из черного делают белое и наоборот. Мы видим, как переписывается история, как пытаются сделать так, чтобы мы не гордились нашими предками, нашими дедами и прадедами, которые завоевали Великую Победу. Ждите новый глобальный проект. Нижегородская область представит здесь свой региональный проект «Образ Победы», где мы рисуем портреты участникам СВО. Это наша классная региональная практика. Очень много регионов уже хотят присоединиться к ней. И мы гордимся тем, что мы здесь станем родоначальники новых идей. На форумы в Нижний Новгород приехали представители семи стран. Был за очень короткий промежуток времени, 8 лет настолько ярко в проявлении себя в нашей стране, в каждом регионе и за рубежом, что это, конечно, стало по-настоящему таким народным движением. Сегодня здесь волонтеры из Южной Кореи, Казахстана, Египта, Индии, конечно, России. Ирина занимается волонтерством в Индии с 2021 года. Ее дед Фронтовик. Добровольство у них развито, в принципе, давно. Изначально оно развивалось только в Нью-Дели. Сейчас масштабы расширяются. И уже в следующий город, скажем так, это Мамбайги, также развиваются волонтеры Победы. У них очень большой такой спектр и объем, скажем так, мероприятий, количество. Одно из них – это свеча памяти. Также они высаживают деревья. Это сад памяти, назовем его так. И у них очень много онлайн-встреч с ребятами для того, чтобы охватить большую часть территории Индии. Они встречаются через онлайн-формат. И общаются, планируют какие-то мероприятия в онлайн-формате. Это вообще бесценное мероприятие. Оно главное, что делает – это сплачивает. И люди видят, что они не одиноки. Это большая команда добровольцев, которая выковывает Победу здесь, в тылу. Поэтому я просто посмотрел, действительно, глаза горят у ребят. Молодые, красивые. Кровь кипит, тело смелое. Они готовы на все. Это очень важно. Участники форума обменялись лучшими практиками своих регионов и стран. Служба информации Юрий Чухин, Дарья Строкина, Ренат Бигбаев. Нижегородские добровольцы, заключившие военный контракт с Министерством обороны Российской Федерации перед отъездом в зону специальной военной операции, поделились, что побудило их принять такое решение. Правку к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает Координационный центр поддержки военнослужащих, действующий на базе Дома народного единства. Также перед выездом военнослужащие проходят специальную подготовку боевое слаживание. У меня папа служил в Афганистане, решил тоже пойти. То, что он, как бы он, тоже ветеран боевых действий, я тоже хочу пойти, он как бы его стопал. Принял такое решение, сделал это добровольно, по золой души. И как бы думаю, что это правильное решение. И рад послужить государству. Там, значит, так. Черный вечер, белый снег. От первых экспериментов с пространством 60-х годов до работ парижского периода. Основу экспозицию составили произведения из более чем 10 российских частных коллекций. Впервые за много лет удалось объединить эти значительные произведения, которые редко демонстрируются широкому кругу зрителей. Это художник-концентуалист. Это интересная идея внутри каждой картины. И меня именно, вот, разгадывать эту загадку. Подходишь к работе, начинаешь в нее взглядываться. А мне не лишены также живописи. Частные коллекции, которые вот собрались здесь. Очень множество картин находится за границей. В таких коллекциях, как Тейт, Помпиду. И множество других музеев первого мирового класса. Поэтому сбор произведений такого порядка происходит именно здесь. В Москве аналогичной выставки не будет. Будет только выставка его рисунка. И мне кажется, это знаковое событие, ради которого вот все мы приехали даже из Москвы. Эрик Булатов – важнейшая фигура русского неофициального искусства. Он одел из основателей московской концептуальной школы. Ранний период творчества художника в экспозиции представлен произведениями из собраний ведущих московских музеев. Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереи. Это мировой проект, дорогие друзья. По-настоящему мировой. Это уникальная совершенно выставка в уникальном месте. Я считаю, что Эрику Владимировичу бы точно зашло, если бы он здесь оказался. Он бы понял, что его работы оказались в правильном месте. Мне кажется, что мы сделаем так, чтобы он эти слова услышал. Главная тема произведения Эрика Булатова – увлекающая зрителя бесконечная перспектива или манящее голубое небо, на фоне которых возникают напоминающие плакатные лозунги слова. Слова в картинах Булатова или подчеркивают перспективные построения, или, напротив, становятся преградами, встающими на пути нашего взгляда. И в том, и в другом случае они перестают быть текстом. Они становятся проведниками в это безграничное пространство, преодолевающее здесь и сейчас наши жизни. И смотря на эти работы, зная человека лично, ты сопоставляешь, конечно, понимаешь, как это получилось. Потому что работы большой глубины, все работы у него большой глубины, большой философской глубины. И это, знаете, иногда говорят в современном искусстве, главное написать хороший текст. Ну, вот многие так говорят, для того, чтобы обосновать какую-то работу. Вот у него никаких текстов писать не надо. Он вызвал у меня внутри, на самом деле, очень противоречивые чувства. Но это точно впечатляет. Это художник, который имеет вести очень тонкий диалог со зрителем. Он высказывается в своих работах. И он, конечно, на сегодняшний день является одним из немногих, чье имя признано во всем мире. Выставка будет работать до 21 января 2024 года. Посетить ее может любой желающий. Вход по билетам и по Пушкинской карте. Служба информации Кирилл Инковский и Иван Масов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова